Ну что, народ, то, что вы просили, Малюк, вернее, военная его версия, это вулкан 5.45. Ну давайте, не стесняйтесь. УСМ. Рома, иди сюда. Мужиком просто отворачиваю кружинку, которая держит пальцы. Тут идет тяга, вот она вылезла, просто достали руками. Смотрите, желательно в УСМ не лезть, безнадобность. Здесь применены новые покрытия, которые уменьшают износ изделия и загрязненность. Ваша задача, что? Прочистить его, протереть и смазать тонким-тонким. Вот в такую погоду сухой, там, где смазка вообще не нужна, оружие должно быть. Если погода сырая или влажная идет дождь, снег, тогда нужно быть что-то не смазать. Почему вы объясняете? Если у вас на оружии будет смазка, тогда с собой представляют что? Клейку и основу. Ну да, образив получается. Получается образив. Вы сами себе создаете проблемы. Эти покрытия, вы же убедились, они отталкивают эту грязь, отталкивают нагар. Взяли тот же газовую штуку, ябкой протерли, не надо его дравить наждачкой. Я приехал в одну часть, мне там жалуются, мы никак не можем очистить его от нагара. Вот какого нагара? Вот видите, какие черные, они к нам пришли прямо со склада, вы пришли, ребята. Это же покрытие. Оно не должно блестеть. Она заставляет наждачкой чистить до этого. Во-первых, его, чтобы снять наждачкой, вы не снимете, вы это наждачный камень. Почему? То есть покрытие, какого он может, 32 единицы. Понимаете? А я забываю, ты наждачка не имеешь. Да, оно боец. Вау. Ну, остался автоспуск, он такой, как у Калаша, чтобы его доставать. Оружие будет со стволом на 6 нарезов. Там будет изменен немного защелком магазина. И там будет что у нас, Рома? Ну и будет, конечно, еще добавлены другие покрытия. Кроме того, у вас же такой стоит, правильно? УСМ такой у вас? Полностью достается. Полностью достается. Смотрите, на пятерках еще есть УСМ с втулочкой. Да, вот у нас тут. Втулочкой. С этого года этих втулок не будет. Будет единый УСМ полностью, один к одному. Основание, мы его называем дальше. Курок, автоспуск, шептало. Все будут едины для всех калибров. 72, 5.45 и 5.56. Все будет едино. Полностью взаимозаменяем. Сделана доставила унификация. И второе, мы добились одинаковых характеристиках на всех стволах. Поэтому, вы думаете, что-то новое для каждого ствола смысла нет. Понятно, да? Регулируемый газ. Некоторые говорят, что это нужно только спортсменам. Но это все ерунда. На пулемете же стоит регулируемый газ. Значит, на автоматическом оружии он нужен. В каких случаях? Ну, самый первый вариант. Это когда у вас оружие сильно загрязнено. Вам нужно иметь, что? Подать на газовый двигатель больше параховой газов. Для того, чтобы он у вас нормально сработал. Следующее. Вы работаете патронным боевым. И по какой-то причине силы автоматики не хватает для того, чтобы грузы выпустить. Увеличили подачу. Дорогую газов. Спокойно работаете. Следующее. К нему мы уже работали, сюда приезжали. Ребята стреляли. И вам покажем. Это новый глушитель, который можно работать и у вас, и обычный патрон. Работаем сегодня пострелять. Рекомендации. Это надо просто пробовать стрелять. Ну, мы, смотрите, прежде чем прийти к стрельбе, мы бы хотели собрать марцебан. Чтобы потом поменьше поправить. Конечно. Это же затянет за собой. Затянет сумасшедшие деньги. Поручки, да. Может быть, если человек в любом случае в перчатке будет. Какие-то километры, то может, ему побольше надо. Бластер. Благословение. У нас не хватит. Я думаю, что вес, самый главный вес, как у нас. Мы вам каждый грамм уже. Смотрите, мы, я не знаю, пришли ли вам эти ремни, мы уговорим не вы. По-моему, есть. Это вот основные отличия, которые есть. Ну, и второе. Второе. На коллиматор. Здесь еще стоит блестящий. Вместо крышки, которая у вас есть, да, вы видите. Ставится вот этот маховик, на котором ведет разбивка дальности. Вы пристеляли себе на 100, дальше вам нужно переносить дальность. Несли поправку. Это даже больше важно не столько на большие дистанции, сколько на короткие. Для того, чтобы вы могли на 50-25 метров четко бить туда, куда вы целитесь, вам важнее быстро перевести. Причем не работает. Чем в голову боя тело вносить вот эти пудалки. Согласны с вами? Да. Ну, вот видите, как он выглядит. Ну, это тоже еще и последняя версия, там уже посимпатичнее. Ну, вот и полгода, где исследовали, бля, ну, бля. Скажу так, ствол на самоходный перец выготовили за пять роков, бля. С консервацией, бля, закладыванием его до сих пор. Вторых людей, ну, граждане сейчас не дают до сих пор, но они за полгода уже ствол сделали. Ну, так не бывает. Сейчас на метан переходит. Слышны, же, станово. Заря переходит, знаете, там, ты имеешь в виду ствол? Да, минометный ствол, тетановый. Глупо себе. А еще не ствола, типа, ну, ресту ствола до таких тысяч, там, титан, он склонен при перегреве, охрупчиванию, понимаешь? Ну, так, мы берем, вот, обычный титановый диск. Он тоже легкий, это хорошо, да? Ну, и последнее, это... Развижной приклад. Сколько там, если есть, пять позиций? Пять позиций. Ну, такая штука. Это еще не завершенка, есть еще он с резиновой накладкой, там, ну, куча вариантов. Ну, и жрите. Думаю, таки, скоро приедем к вам с 5.56, попробуйте. Там совершенно другой магазин, не будет вот этой задней защелки. У него будет прямое выпадание, как в арке, потому что некоторые говорят, мы такое хотим. Ну, уходите, документ сделайте. Добренько. Сейчас я тебе ручку дам. Вот так вот, Андрей, видишь, приезжать, если с каждой группой надо работать. Держи. Борю, простых 70 мальчиков. Хорошо, что мы с собой взяли. Ну, что, народ, то, что вы просили, малюк, вернее, военная его версия, это вулкан. 5.45, пока. 6.45, пока. А вы же хотите фуллаута, правильно? Субтитры сделал DimaTorzok 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 Добавил DimaTorzok DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Все, пятерочка отстреляла Сейчас будем пробовать семерочку И там должен вам быть сюрприз От Интерпро Инвест И от сотрудников Я, честно говоря, с пятерки Только из-за КСУ стрелял Где ты кидался? Я же говорю, что я примерно в сторону мишени Это пара Вот как ты давал парами Видишь, пары? О чем я тебе говорил? Офигеть! Дальше ты давал пары Ты дал пару, дал пару Как только ты начинаешь очередь У тебя вот оно пошло Оно да, оно у меня чуть-чуть влево уводит Очереди Ну, я по коллиматору просто видел Ну, ты понял, что пара дает разрыв сантиметров на 25 метров А ты дал короткую Это ты подтвердил свою стрельбу Это не из моих слов Потрясно! Даже такой аховый стрелок, как я Но шикарно Он, ну, управляется очень хорошо Ну что, пришло время 7.62 Опытный образец Доработанный с модификациями Здесь Раздвижной приклад На пять позиций И регулируемый газблок Сейчас его не видно Но, в принципе, вот немножко он проглядывается Через порты в верхнем аппере Ну и вот такие патрончики Узнали патрончики? Ну что? Пробуем, поехали Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok Как раз закончились патроны и рука чуть-чуть устала Андрей, этого глушителя еще не стреляют вообще Рома делает первый стерд, только после этого тебе передает Хорошо У нас правило такое Без проблем Что, все, он перезарядил? Да Так несколько штук стреляем Ну что, то что обещал Vulcan M с глушителем проверяем И вот такие вот патрончики Уменьшенной скоростью Подогнем Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok